Отель W, отель для взрослых 16+, открылся 25 апреля 2022 года. Отель новый, очень интересный, сейчас пойдем его посмотрим. Это комплекс из трех отелей, у них один большой единый пляж. Кто проживает в W, может пользоваться двумя отелями, это Weston и La Meridian. Вот отель Weston, аквапарк, территория, все это общее. Но те гости, которые проживают в Weston и La Meridian, пользоваться территорией не могут отеля W, так как он для взрослых и у них отдельная своя зона. Вот въезд в отель, очень стильный, интересный. Здесь сейчас на данный момент реновируют фонтан. Тут прям стена с фонтаном, которая при въезде. Красиво. А, вот это большое дерево, как раз таки мы его видели в ресторане на втором этаже. Оно прям выходит, сделали крышу и выходит оно прям на второй этаж в бару. Отель W Мина Сияки. Первая линия. Находится на частном пляже Джумейра. Очень камерный, красивый отель. Новый. Отель для взрослых, 16+. Потрясающе красивые интерьеры. 318 номеров. От аэропорта около 30 минут ехать. Здесь своя отдельная зона. Бассейн для взрослых. Отдельная зона Вич Клаба. Спа. Отдельный бассейн Релакс. На нем играет диджей. В бассейне. Посмотрите, какие интерьеры. Все натуральное дерево. Здесь кофейня. Небольшой магазин. Как я поняла, это просто отдельно кофе. И вот такая красивая шариками стена. Очень красивые интерьеры, как змеиный пол. Потрясающе красиво. Не обратите внимание на лобби. Отель входит в сеть Мариотт. То есть это уже говорит о том, что это отель высшего класса. Это отель ВИК уровня. Тут просто наслаждаться каждым уголочком. Смотрите, за нарезки сделаны, как из металлических цепей. Зоны отдыха, везде светильники. Прям исторические такие ювелирные изделия. Лобби-бар. Приветствует нас бармен. Хороший ассортимент спиртных напитков. Очень вкусные коктейли. Очень классные. Вот он как выглядит, этот отель. В этом отеле множество ресторанов. Спа, пляж, бич-клаб, панорамный бассейн. 31-этажное здание. Открыт в 22-м году. Три конференц-зала, 9 категорий номеров. Всего три бара и рестораны. Это бар. Лобби-бар и еще два бара. На 31-м этаже. Это как лаунж-бар в японском стиле. С видами на Дубай. Также можно пользоваться восьми ресторанами комплекса Вестен и Ля Меридия. Можно также использовать за дополнительную пласть. Вот этот бар называется Леопард-бар. Это арабский рынок. И вот здесь зона называется... Сейчас выйду, уже покажу. Просто дождь сегодня был, такой был ливень, как никогда. Вот сколько раз мы были в Дубай, такого ливня я не видела. Мы ждали такси ровно полчаса и ехали по огромным лужам. Вот здесь вечерний бар. Работает вечером. Сейчас все убрали, разобрали, но в течение дня тоже работает. Только из-за дождя. Это называется рынок специй. Мы на 29 этаже. Сейчас идем смотреть категорию спектакли. На каждом этаже абсолютно знаковая схема расположения номеров. У боков коридора находятся стандартные категории, либо с видом на колесо обозрения, либо с видом на пальму территории комплекса Нина Саяхи. По одному на каждый этаж есть один угловой номер и один люкс. И также достаточно много коннект номеров. Можно сконнектить стандарт к стандарту, люкс к стандарту. Тем самым у нас получится двухспальный люкс или угловой номер к стандарту. Анна, на каких этажах вы мне сейчас рассказывали название категории? Можете написать? С третьего по девятый этаж категория «Фантастик», с десятого по девятнадцатый категория «Марвелос», и с двадцатого по тридцатый категория «Спектакли». Спасибо. Посмотрите, какие коридоры. У каждого номера подсветка, вход в комнату и цифра комнаты. Категория номера «Стандарт» с видом на пальму. Занавеска отделяет зону гардеробную. Такой достаточно вместительный гардероб. Тапочки. Для вещей можно сдать вещи, чтобы вам их постирали, погладили. Сейф. Халаты. Халаты во всех категориях. Здесь прямо утюг. А, вот. Хладильная доска, утюг. Это тоже во всех номерах, да? Это категория номера «Стандарт». Номера выглядят, в принципе, везде одинаково. Только бывает еще «Кин», «Кровать». Размер кровати «Твин». У 40 на 200. Все номера с балконом. Все номера с балконом. Мини-бар платно, как я понимаю, правильно? Да. Это вид на пальму. Во всех номерах стоят портативные колонки. Зеркало с подсветкой. То есть оно будет закрыто. Вы его открываете и включаете. Во всех номерах большой телевизор. Вода пополняется ежедневно 2 бутылочки в день. Тумбочки в виде такого сундука. Сюда можно положить ваши ювелирные. Сюда можно будет положить? А, нет, это просто для красоты. Это, как я понимаю, QR-код «Заказать питание». Здесь стоят полностью система «Умный дом». USB-зарядки. Вот везде удобно расположены, что вы можете сидеть за столиком и заряжать свое устройство. Достаточно большие кровати. Здесь номера «Коннект», наверное, да? А, здесь дверь в люкс, номер «Коннект» можно сделать. Есть окно в ванну, но оно закрывается шторкой. Ванна достаточно большая. Хороший шампунь и гели для душа. Очень красиво. Вода для умывания. Зубные щетки. Бритвенные принадлежности. Халаты. Здесь туалет. Во всех номерах балкон. Потрясающий вид на пальму. На море. Есть еще вид на колесо и вид на город. Обратите внимание на территорию отеля. Вот видно с балкона. Аквапарк. Им тоже можно пользоваться. Отель «Вестон». Бассейны. Пляжная зона. Детский бассейн. Вот эта вся территория. Ей можно пользоваться, проживая в отеле «В». В отеле шикарные матрасы. Они запатентованы «Мариотом». В отеле «Вестон» тоже такие же матрасы. Тут 20 пружин. Очень удобно спать. Ортопедические. Очень классные. Обратите внимание на светильники. Полностью сделаны из цепочек. Очень интересно. Тут можно беспроводная зарядка. Заряжать свои телефоны. В угловых номерах «Конор». Ванна немножко по-другому расположена. Так номера абсолютно одинаковые. Только ванна будет отдельно стоящая от спальни. И там будет панорамное окно с видом на колесо обозрения. В категориях «Конор» всегда кровать «Кинг». То есть «Твина» там не будет. Если вы даже захотите, вам поменять не смогут. Барс, бейс, спа. Спа. Массажные комнаты. Уход за лицом. Косметология. Зона отдыха. Вид на море. Здесь также зона отдыха после процедур. Можно попить чай. Вода. Напитки. Яблоки. Как небольшой лаунж для отдыха. И уже процедурные кабинеты. Опять же, везде вид на море. Бутиковый формат спа. Здесь нет сауны парных. Только массажные комнаты. Вот прям при входе за барной стойкой вам могут сделать маникюр. Также нальют вино, игристое шампанское, кофе. И вы будете отдыхая делать процедуры. Здесь делается педикюр. И здесь маникюр. Мастера работают на премиальной косметике. Также есть солнцезащитные крема. Тоже можно. Я как понимаю, можно и купить, да, наверное? Можно приобрести. Вот здесь переход будет в отдельный комплекс спортивный. Он будет самый большой в Дубае. 2400 квадратных метров. Там будет для игры в сквозь, в бассейн. Различные тренажерные залы. В общем, все-все-все для спорта. И эксклюзивно только для гостей W будет вход туда бесплатно. На территории всего 14 ресторанов. Это один из них. Он находится в отеле W. Работает на завтрак, обед, ужин. Завтрак он работает как шведский стол. Завтрак, ужин работает по меню а-ля карт. На завтрак всегда кровавая мэри и шампанское. Но если вы хотите на обед и на ужин шведский стол, не а-ля карт, то вы можете пойти в отель для Meridian или отель Weston. И там также пользоваться, воспользоваться своим приобретенным питанием. Вне рабочие часы вы можете также прийти по меню покушать. Здесь ресепшн. Да. Так выглядит ресторан. Очень стильный, красивый. Даже кофе различный. Это, по-моему, капельная, да? Или как она называется? Как-то называется кофе. Это колыбрю сквозь лед капает. В отеле четыре типа питания. Это завтрак, завтрак, ужин, завтрак, обед, ужин и все включено. На все включено вы можете пользоваться всеми тремя комплексами. Вот здесь открытая кухня. И зона на улице. Достаточное количество столиков. Есть как отдельные кабаны. Такой панорамный вид на Дубай. И вот такой красивейший панорамный бассейн. Сегодня был сильный ливень, напоминаю. Поэтому гостей никто не купается. Даже бар закрыли. Сегодня прям поток был. И лежаки закрыты. Ну, попозже немножко вот сейчас все убирают. И будет все готово для отдыха гостей. Посмотрите, какое огромное дерево. Очень красивое. На нем подсветки. Вечером, когда гости ужинают, очень приятная атмосфера. Везде зажигаются огонечки. Бар работает. Играет диджей. Вообще этот отель очень романтичный, спокойный. Тут нет каких-то там громких тусовок. То есть, если вы хотите громких тусовок, это можно, да, был и напальный. Или какой-то выбирать другой отель. Это именно камерный, спокойный, романтичный. Посидеть, попить коктейль, отдохнуть. Ну, и также воспользоваться пляжем, преимуществом. Множество баров, ресторанов. И пользование других территорий отелей, таких как Вестон или Америгиа. Концепция отеля была продумана и создана под различные сказки Шахерезады. Это «Тысяча и одна ночь», «Аладдин». Это же ковер, самолет. Интерьеры просто потрясающие, красивые. Зона для отдыха. Вот такие, как яйца-коконы. В них вы можете отдохнуть. Сюда не пускают с детьми. То есть даже в лобби вы зайти с детьми не сможете. Отель «16+. Зона пляжа. Вот где отдельно буква «W». Это зона пляжа только для гостей, кто проживает в «W». И уже дальше для гостей «Ли Америгиан» и «Вестон». Баскетбольная площадка. И дальше уже идет аквапарк и зона других отелей. Два других отеля «Ли Америгиан» и «Вестон» у меня есть в папке «Дубай». Можете посмотреть. Обзоры этих отелей у меня есть. Сейчас сниму вам пляж. Здесь насыпной песок. Но очень мягкий, комфортный. Пляж достаточно большой. То есть всем лежаков хватает. Вход в воду тоже плавный. Различные есть спортивные и моторные виды спорта. В отеле также есть зона. Это бассейн, тренажерный зал, которым можно воспользоваться, проживая во всех трех отелях. То есть помимо комплекса, который будет открыт 2400 квадратных метров, еще есть другая зона спортивных мероприятий, где хамам, сауна, бассейн и тренажерный зал, которыми могут пользоваться бесплатно гости трех отелей. Сейчас я сниму вход. Вот спасатели. Различные виды спорта. Бывают отливы-приливы небольшие. И вот вид на начало пальмы. Для бронирования этого отеля вы можете мне писать или звонить. Всегда вас забронирую с удовольствием по прекрасным ценам. У нас очень хорошие контракты с отелями, с этими тремя отелями или Америдиан, и Вестон, и Даблью, ну и вообще по всем отелям Дубая можете мне писать. С удовольствием вас забронируем или из любого города России. Если вы не из России, то мы можем забронировать вам проживание. Только проживание без перелета. На 31 этаже есть Атика Бар Лаунж, он в японском стиле, он просто сейчас закрыт, поэтому мы его не посмотрели. Субтитры создавал DimaTorzok